всем привет с вами снова капитан и вы находитесь на канале гитарные игры сегодня у нас наконец-то будет рубрика винтажная гитара давно этого не было и вот наконец-то выходит новое видео это винтажный лос пол себе представляете такого ни разу у нас еще не было это винтажный лос пол японский такая прибор пол лс-120 1980 года знаете многие называют эти гитары убийцами гибсон да не просто гибсон да вот именно старый гибсон 50-х годов который стоит безумных денег на самом деле дайте такая тоже стоит очень дорого если честно поэтому блин ну расскажет о гитаре ее владелец по традиции это новый человек он очень интересно расскажет покажет даже поиграет и что самое интересное у нас будет как это он поиграет тяжелые рифы да сегодня потому как такого еще не было там какой-то там металлистам понравится я думаю да вот именно просили чтоб на лос поле поиграли вот именно какие-то рифы да рифчанский ну и чистый звук конечно же тоже будет поэтому я не буду отнимать ваше внимание на самом деле все расскажет покажет владелец поиграет вы посмотрите оцените такие волшебные гитары их многие опять же называют действительно я играл на такаев у меня было много такаев но стратов было дал из полов не было баллистраты там вроде играешь играешь а вот какой-то звук они как разговаривают с тобой да эти гитары мне они очень понравились хорошие оставили о себе впечатления воспоминания скажем так поэтому очень классные гитары там есть и низкие серии какие-то да у них они недорого стоят есть высокие они очень дорого стоят это из высоких серий это на самом деле это эксклюзив по сути так вот этот обзор это гитара да такого что-то я обзоров то на и не видел особо да так что ребят приятного просмотра ну конечно же подписывайтесь на мой канал да ставьте лайки кому понравится данное видео и другие наши видео да ставьте лайки ребята подписчики прошу вас очень чтобы у нас наши видео как-то смотрелись потому что они особо не смотрятся такие видео да да честно говоря особо вообще ничего не смотрится ну не знаю не знаю чем это связано но народу народу все больше и больше я этому очень рад как бы да и активный народ то есть пишет комментирует это здорово как бы то что-то какие-то мнения свои выражают это вообще очень приятно на самом деле нас уже почти 500 человек я думаю скоро будет 500 и будет большое обращение я расскажу про каналы которые к нам добавили вспомню старые каналы ну все ребят смотрим гитару винтажная гитара винтажный лс пол такая лс-120 высокая серия 80-го года reborn old приятного просмотра и до новых встреч на канале гитарные игры в мире музыки разделяется на два сегмента первый это непосредственно имя гитары дерево и все остальное да вот это ценится людьми коллекционерами и музыкантами и второе это звук вот оплата звука это совершенно другое вот данный инструмент стоит 300 тысяч до на сегодняшний день это актуальная цена для этого инструмента даже на ebay но если брать звук то здесь этот звук я оцениваю в примерно в полтора миллиона рублей на сегодняшний день так как ну ближе ближайшие гипсон и до который стоит полтора миллиона рублей будет с ней тягаться модель такой reborn old выпускался в 1980 году всего лишь полгода серийный номер 7576 да то есть это 7576 гитара на вместе взятая со всеми со спринге саундами с хардпанчерами с джаз басами со всеми полностью да у этой гитары какие отличия здесь стоит конфигурация от 150 модели то есть хоть несмотря на то что слот 120 да это самая высокая планка до 80 года они внедряют 150 модель уже керамический бридж и нек альникак 5 5 по моему 5 да это все димарзи 70-х годов скучку то оригинальное что ли да это ну аригинальный димарзи а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держатель, да, струн, да, он так называется, да, имеет бронза, вода, латунные, вот это сплавы, что дает певучести звуку. Несмотря на то, что на оригиналах 59-го года так не ставили, Такай все-таки решил сделать свои гитары более, знаете, музыкальными. Вот есть как оцифровщики, знаете, есть мультибитные оцифровщики, а есть, как бы сказать, ну, которые Дельта Сигма. Вот мультибитные, они звучат художественно, поэтому эта гитара будет звучать больше художественно, нежели чем документально. Ну, по дереву что здесь? Все очень просто. Точная копия 59-го года, цельный кусок краснухи гондурасской, да, здесь тоже цельный кусок краснухи. Колхи родные? Да, колхи родные, на них написано такая. И вот эта электроника вся, ты ничего не менял, да, здесь все? Да, ну, и сверху кленовый топ, да, распашонкой, 59-й год. То есть, в принципе, все родное, как я понимаю, да? Да, бразильский палисандр, лады закатанные, видишь, полностью. Лады, наверное, меняли или нет? Нет, они закатанные, видишь? Ну, так бывает, меняют хорошо, нет, это оригинал, да? Это оригинал, ну, можно посмотреть, потому что сделаны заводы. Эти гитары на заводах делают все равно вручную, поэтому все косяки, вы не найдете две одинаковые гитары. Они, по-любому, сделаны кем-то конкретно, и от этого зависит сам инструмент, с какой душой делал человек. Здесь дырки, смотри, здесь был гард, перебью, да, вот ты смотри. Да, я убрал его в силу того, что он здесь стоял много-много лет, и под ним образовался пыль, которая въелась в лак. Играя на гитаре и полируя, естественно, как бы сказать, своими пальцами, я почти уже убрал его. Здесь нейтралак, по-моему, да, у нас? Да, здесь нейтралак, но он не такой, как на гибсонах. Этот нейтралак не трескается, в отличие от гибсонов. Японцы по-другому, да. Ну да, они тут по-своему замутили, и он не пахнет так, как тот нейтралак. Так это самая высокая серия, да? Ну да, на 80-й год, да, перламутр стоит, хотя у них даже перламутр стоит перед на 60-х. Гитара имеет ультралегкую, как бы сказать, составляющую, да? То есть, ну, 3 килограмма 70-750 грамм. Оригинал весит 3,5. То есть, и оригинал, когда держал в руках, он где-то 3,5 весит. Ты держал оригинал вот именно на дипсину? Да, с 59-го года. Это на 250 грамм тяжелее. Как ни странно, но люди платят именно вот за вот эту вот, как бы сказать, легкость. Без полостей, да, без всего. То есть, это просушки дерева совершенно по-другому подбиралось дерево. Ну, красавица она еще, смотри какая, с видом мне очень нравится. И гриф здесь, по-моему, толстый, да? Такой вот капот или нет? Ну, чуть-чуть, может, потолще. Несмотря на... Вот все гоняются за тонкими грифами, но если вы хотите реальные яйца, гриф должен быть толстым. А мне нравится толстый, всегда нравился. На тонких грифах, это 61-го с линтом гипса, на них нет вот этого вот. У них больше такой кошачий виск, у них это как блюз такой, как бы сказать, такой... Что-нибудь такое играть надо. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ